В эфире программа День города. Здравствуйте! В студии Анна Герцовская. Мои коллеги, репортеры телекомпании Город, приготовили для вас новости нашего региона. И сейчас коротко о главном. В Рязани почтили память погибших при взрыве в метро в Санкт-Петербурге. Мужчина в алкогольном опьянении совершил жестокое убийство. Жертвами стали его жена и трое детей. Аномальные зоны в Рязани под землю проваливаются легковые и грузовые автомобили. Назад в будущее о проектах по введению в Рязани в эксплуатацию надземного метро и дирижаблей. В результате взрыва, который произошел в метро в Санкт-Петербурге, погибли 14 человек. Неравнодушны к трагедии оказались жители всех субъектов Российской Федерации. В зарубежных странах к посольствам России приносят цветы. В эти дни в Рязани также вспоминают жертв трагедии. А во вторник на Ленинградском кладбище состоялась церемония возложения цветов в знак скорби и солидарности жителям Санкт-Петербурга. Рязанцы почтили память жертв теракта в Петербурге на Ленинградском кладбище. Десятки людей пришли к мемориалу. С собой они несли цветы и зажигали свечи в память о погибших. Букеты роз и гвоздик к памятнику блокадникам возложили мэр города Олег Булеков, глава Рязани Владислав Фролов и представители власти. Во время Великой Отечественной войны в Рязанскую область были эвакуированы тысячи жителей осажденного Ленинграда. По многолетней традиции, люди, оставшиеся здесь на постоянное проживание, приходят на Ленинградское кладбище Скорбячинского мемориала, чтобы почтить память погибших земляков. Теперь это место будет ассоциироваться с еще одной трагедией. Ну то была война. Время особое, другое. Сегодня вот мы здесь, потому что, наверное, и в мирное время. Эта война все равно продолжается. Непонятно, кому она нужна. Воюют не только против России, воюют против всех народов мира. Это же случается постоянно в последнее время. И страшно то, что, казалось бы, люди повзрослели, мир изменился. И каждый понимает, что сегодня, в общем-то, воевать бесполезно. Нужно договариваться и жить в мире. Когда погибают дети, погибают взрослые, ни в чем не повинные люди, как это случилось вчера в Санкт-Петербурге, это, конечно, страшно. Сюда рязанцы в эти дни могут принести цветы в память о погибших в Петербурге. Напомним, в северной столице объявлен трехдневный траур. Чрезвычайное происшествие случилось в одном из населенных пунктов Рязанской области. На днях мужчина 30 лет убил свою гражданскую жену и ее троих детей. Самому младшему совместному ребенку было всего 4 года. Как сообщают близкие и знакомые погибшие, подозреваемый в убийстве, неоднократно поднимал руку на жену, часто выпивал. Возможно, следующий материал поможет тем женщинам, которые сейчас находятся в подобной ситуации. И они смогут вовремя обратиться в полицию или уйти. Трагедия произошла в ночь на 3 апреля в поселке Искра Рязанского района. Около 23.30 в одной из квартир в пятиэтажке были обнаружены тела 34-летней женщины и троих мальчиков, младшему 4 года, старшим 12 и 14 лет. Предполагаемый убийца далеко не ушел. В дежурную часть отдела МВД России по Рязанскому району поступило сообщение, что в подъезде одного из многоквартирных жилых домов поселка Искра находится мужчина со следами крови на одежде. На место происшествия незамедлительно выехала следственная оперативная группа. По приезду сотрудники полиции задержали 31-летнего жителя поселка Искра. Подозреваемого в убийстве 4-х человека задержали у подъезда дома, где произошла трагедия. По словам оперативников, на момент задержания мужчина пребывал в неадекватном состоянии, поэтому каких-то конструктивных пояснений дать не смог. Визуально он имел признаки алкогольного опьянения. В квартире сотрудники правоохранительных органов обнаружили 4 трупа – женщины и 3 детей. На телах погибших было по 5 колото-режущих ран. Как отмечают следователи, даже те люди, которые видели за свою жизнь многое, были поражены картиной, которая открылась им на месте происшествия. Следов борьбы и в квартире, между тем, обнаружено не было. Пока непонятно, выломал ли преступник дверь или его впустили. Детей, судя по всему, он убил в кроватках, когда они уже спали. На момент трагедии мужчина с женщиной находились в разводе. Пропавшие люди, репосты в соцсетях, ориентировки, расклеенные по городу. В Рязани это происходит все чаще не потому, что больше людей теряется. Их усерднее стали искать. Шесть лет назад в Москве был создан общественно-поисковый отряд «Лиза Алерт». Название организации происходит от имени пятилетней Лизы Фомкиной. Девочка заблудилась в лесу со своей тетей в Подмосковье неподалеку от Орехова-Зуева. На протяжении десяти дней их искали. В поисках Лизы и ее тети принимали участие волонтеры, которых собрала родственница девочки, поскольку большие силы полиции были стянуты на проведение Дня города в Орехово-Зуево. Спустя десять дней пропавших нашли погибшими. Как выяснилось, тетя в лесу отдала Лизе последние свои вещи, чтобы как-то согреть ее. После того, как сначала нашли тетю, через день нашли девочку. Судмедвексперты показали, что девочка была жива девять дней. После этого люди решили объединиться. То есть посчитали несправедливо, что дети в мирное время погибают дети. После этого «Лиза Алерт» образовалась в Москве. Сейчас действует более чем в 60 субъектах Российской Федерации. Правильно, «Лиза Алерт», потому как «Лиза» – это в честь имени девочки Лизы, а «Алерт» – это система безопасности поиска людей, аналог американской системы, то есть именно «Алерт» – внимание. По статистике, больше всего людей теряется в лесу. Именно поиски за городом обычно самые трудные. Валя, мы вас ищем уже какой день. Вы в порядке? У вас ничего не болит? Живот не болит? Да, сейчас накормлю. Чтобы люди были найдены, а сотрудники «Лиза Алерт» сами не заблудились, они проходят обучение по различным методикам поиска. Два раза в год в Москве проводятся всероссийские тренировки. Базу предоставляет управление МЧС. В регионах людей обучают непрерывно. Рязанское отделение действует на протяжении пяти лет. Насчитывает более полусотни активных поисковиков. Два раза в неделю они собираются в офисе для обучения и выезжают в лес для отработки навыков. В прошлую субботу рязанские спасатели изучали ориентирование на местности, обращение с рациями, компасом, картами. Учились прочесывать лес. Каждый человек теряется по разной причине. Ребенок, но как его просчитать можно? Пожилых людей в лесу ищут по-другому. А тех, кто потерялся в городе, стараются просчитать. Куда мог пойти человек, чем заняться. Происходит расклейка объявлений, информирования и опрос окружающих по ориентировке. Все действия участников «Лиза-Алерт» согласованы с полицией. Полиция всегда идет навстречу. Всегда нам отвечают. То есть никогда не заставляют нас ждать. И могут дать какие-то свои задачи, что в принципе логично с волонтерскими организациями взаимодействия. Либо могут разрешить какие-то действия, которые мы считаем, что были бы целесообразны в данном поиске. В поисках содействия оказывают представители магазинов и торговых центров. Во время съемок этого сюжета «Лиза-Алерт» разыскивала одного из рязанцев. Зайдя с ориентировкой на него в микрофинансовую организацию, поисковики столкнулись с отдачей. В данной организации попросили у нас ориентировку, чтобы они распространили по всем своим, скажем так, киоскам. И я думаю, сейчас это пойдет. В этот раз пропавший был найден через пару часов после данной разыскной деятельности. Такой вариант поиска называется информативным. А вот большие силы стягиваются для поиска маленьких детей и пожилых людей, чьей жизни угрожает опасность. В случае с 8-летним Павлом Ларином, который пропал осенью прошлого года в районе Дягилева, 3000 волонтеров приехали в Рязань из Москвы, Калуги, Владимира и других городов. Мальчик был найден погибшим, но очень многие жизни спасены. И сотрудники «Лиза-Алерт» получают огромное удовольствие от того, что смогли кому-то помочь. Мне очень нравится помогать и внутри, не знаю, радость. Просто радость от того, что я сделала добро кому-то. Но есть такие дела, которые можно отложить. Поход в магазин, в кино, в театр можно всегда отложить. Это моя точка зрения. В арсенале «Лиза-Алерт» есть еще масса приемов и собственные кинологи с собаками. Напоследок хотелось бы привлечь внимание всех рязанцев. Сейчас «Лиза-Алерт» разыскивает Виктора Березина 41-го года рождения. Если кто-то его видел или знает точно его местоположение, просьба сообщить об этом в «Лиза-Алерт» или в полицию. Сотрудники Рязанской госавтоинспекции продолжают удивлять методами работы с гражданами. На этот раз, чтобы призвать рязанцев к соблюдению правил дорожного движения, они прибегли к громкоговорителю. Наша съемочная группа убедилась, что в борьбе за безопасность все средства хороши. Простой вопрос. Кто является самым незаконно послушным участником дорожного движения? Как показывает практика, это пешеходы. Так, например, с начала этого года было совершено 93 наезда на пешеходов. 10 человек погибло, а 88 получили травмы различной степени тяжести. В половине этих случаев виноваты сами пешеходы. Пешеходам важно помнить, что они являются полноправными участниками дорожного движения и обязаны соблюдать все требования безопасности. Чтобы еще раз обратить внимание на эту проблему, сотрудники госавтоинспекции разными способами информируют граждан о своей безопасности. Один из таких способов – это громкоговорящее устройство. Мы инспекторы в людных местах, в местах массовых скоплений и пребывания граждан обращаются к пешеходам, чтобы привлечь внимание их к этой проблеме. И сегодня на площади Победы из автомобилей ДПС звучат правила поведения на дорогах. Уважаемые пешеходы, Управление госавтоинспекции УВД России по Рязанской области просит вас соблюдать правила безопасного поведения на дорогах города. Переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, а на перекрестках, где есть светофор, зеленый сигнал. Многие люди останавливаются, чтобы послушать и еще раз уяснить для себя основные элементы правил. Кто-то торопится по своим делам, абсолютно игнорируя громкоговоритель. Но многие пешеходы поддерживают такое мероприятие. Очень хороший проект. Нужно чаще напоменять нашим гражданам, чтобы соблюдали правила уличного движения. Не только работники ДПС, но и средства массовой информации должны тоже доводить до сведений в новостях нашим гражданам нашего города. Это интересно и полезно. Кто-то усвоит эту информацию и будет меньше, наверное, нарушений на дорогу. Вы знаете, у меня, если честно, у меня просто инстинкт. Я никогда своего ребенка за руку на дорогу не перевожу, только за запястье. Вот держишь его вот так вот и все. Но чисто мы люди старшего поколения, у нас другие правила, правильно? Мы их просто придерживаемся. И молодежи, может быть, будет и полезно. Поэтому, если каждый будет задумываться о своей безопасности на дороге, то только тогда сможет сохранить свою жизнь. Смотрите далее. Проекты прошлого могли бы улучшить качество жизни рязанцев. О домах, на которых должны были парковаться дирижабли. Аномальные зоны в Рязани. Под землю проваливаются легковые и грузовые автомобили. И день рождения кинорежиссера Андрея Тарковского. В Рязани стартовал творческий конкурс и просветительский проект «Океан Солярис. Острова памяти». Рейтинг странных событий, произошедших в Рязани, вновь пополнен. Интернет запланили видео и фото, которые широко обсуждаются среди горожан. Обзор самых необычных тем в материале Натальи Новиковой. Дашковая песочня стала на этой неделе местом удивительных дорожных происшествий. На улице Зубковой в понедельник грузовик провалился под грунт. Тяжелую машину поднимали по частям. По словам очевидцев, чтобы поднять автомобиль, пришлось отрезать от него бочку. А на улице Новоселов, недалеко от кинотеатра «Октябрь», автомобиль «Кия» ушел передним колесом под землю. В Рязанской гостинице сняли «Страшный сон» Лены Летучей. На YouTube набирает популярность видео, снятое в санузле и одной из гостиниц в Рязанской области. Постояльцев не на шутку удивила сантехника. А вместо полотенец в ванной комнате они обнаружили, кто бы мог подумать, мочалки, пожалуй, советских времен. Здесь есть только мочалки. Кстати, Рязань вошла в топ-10 бюджетных городов для путешествий на майские праздники. Рейтинг был составлен по данным брони отелей с 29 апреля по 10 мая этого года. Видимо, теперь, выбирая гостиницу, в которой планируете остановиться, нужно быть предельно осторожным. Аккуратнее и ответственнее не помешало бы быть и с домашними животными. Рязанка обнаружила кота в камере хранения магазина «Пятерочка». Об этом девушка написала в соцсети ВКонтакте. Пострадавший весьма симпатичен и носит коричневый ошейник. Девушка два дня искала старых или новых хозяев, потерявшемуся четвероногому. Себе, к сожалению, оставить кота она не смогла. Теперь чей-то любимец вновь на улице. По словам, вызволившей его из камеры хранения временной спасительницы, Мартовский гуляка обитает где-то в районе Глобуса и улицы Большой. Так сложилось, что аварии могут произойти не только по вине нетрезвых водителей или погодных условий. Качество дорожного покрытия зачастую срабатывает против автомобилистов. В результате провалившийся под землю автомобиль или пробитое в очередной яме колесо. Куда обращаться и что делать, если вы хотите ездить по ровным дорогам, расскажет Валерий Седов. Уж сколько раз твердили миру, что ямы на дорогах – это зло. Чего-чего, а выбоин у нас хватает. Каждый шофер с годами нарабатывает не только водительский стаж, но и опыт маневрирования. Сейчас проехаться по прямой линии практически невозможно. Например, сегодня водитель повредил свой автомобиль из-за открытого люка на дороге. К тому же все пользователи сети отмечают, что этот колодец не в первый раз становится проблемой для водителей. После происшествия рабочие поставили на этом месте ограждение. В административный кодекс Российской Федерации внесена статья, которая дает возможность оштрафовать до полумиллиона рублей за небезопасную эксплуатацию дорожных сооружений. Делаю акцент дорожных сооружений, то есть не только дороги. У нас к дорожным сооружениям относятся и обочины, и тротуары, и остановочные павильоны. В соответствии с законом о полиции, каждый человек может обратиться с письменной просьбой в ГИБДД по поводу ямы или открытого канализационного люка. В заявлении надо указать конкретное место и причину обращения. По закону вам не должны отказать. Так что качество наших дорог зависит и от нас самих. Между тем, как сообщается на сайте администрации города, в марте были заделаны на 74 улицах. Еще на 51 участке работы продолжаются и будут завершены в апреле. Начиная с 1 января текущего года управление страховыми, пенсионными и медицинскими страховыми взносами осуществляет Федеральная налоговая служба. Закон, вступивший в силу, не увеличил нагрузку на плательщиков. Меняется только форма отчетности. 3 и 4 апреля в Федеральной налоговой службе прошел день открытых дверей, где всем пришедшим помогли разобраться с бюрократическими тонкостями. В различных магазинах к нам часто пристают продавцы-консультанты с целью помочь в выборе того или иного товара. На различных интернет-сайтах всплывают окошки помощников, а также работает много специализированных чатов. Кажется, что в современном мире всегда есть люди, готовые выручить нас в сложных ситуациях. Такое происходит и сегодня. Например, согласно новому приказу Федеральной налоговой службы, на смену четырем формам отчетности придет одна. Также в электронной форме предоставлен порядок их заполнения. В связи с тем, что расчет по новой форме будет предоставляться в налоговые органы впервые, у плательщиков возникает множество вопросов. И налоговая служба пошла людям навстречу. Учитывая, что у налогоплательщиков возникает множество вопросов по заполнению этой новой формы, а также по заполнению платежных документов на оплату страховых износов, Федеральной налоговой службе принято решение о проведении всероссийской акции неоткрытых дверей для плательщиков страховых износов, которые проходят 3 и 4 апреля. Сотрудники налоговой службы принимают всех желающих и с радостью консультируют их в сложных вопросах. В рамках этой акции плательщики могут не только задать свои вопросы о порядке исчисления уплаты страховых износов, но также получить практическую помощь в заполнении деклараций и платежных поручений. С самого утра в налоговую службу приходят люди с различными вопросами. Каждый человек приносит свои документы и, подсаживаясь к консультанту, получает свои ответы. Узнала о дне открытых дверей, что проводится в инспекции, вот пришла проконсультироваться. Получила ответы на свои вопросы. Меня все устроило. Мне все доступно, все рассказали, объяснили. Я считаю, да, что такие акции нужно проводить, потому что всякие новшества бывают, какие-то изменения очень много, не всегда можно отследить эти вопросы самостоятельно, поэтому прийти, получить консультацию, я считаю, что это хорошо. Важно помнить, что какой бы сложный вопрос у вас ни был, вокруг всегда существуют люди, готовые помочь. Проекты прошлого вполне могли бы улучшить качество жизни современных граждан. К сожалению, многие из них не были реализованы. В частности, в Рязани планировалось обеспечить горожан пригородным и междугородним сообщением с помощью летательных аппаратов. О том, куда канули идеи светлого будущего и как сейчас люди справляются без общественного транспорта в виде самолетов и надземного метро, в материале Марина Комиссаровой. Когда во время всем известного фестиваля воздухоплавателей «Небо России» над Рязани уплывут воздушные шары, аэростаты, даже среди них, напоминающих инопланетные корабли, дирижабль выглядит очень необычно. Громадина, управляемая человеком, дирижабль беспощадный, не раз проплывал над Рязанию и неизменно вызывал восторг созерцателей. Мало кому известно, что сотню лет назад планировалось, что над нашим городом частенько будут витать в воздухе летательные аппараты, перевозя и грузы, и пассажиров. Представление многих из нас, дирижабль – это эфемерный мифический летательный аппарат, откуда-то со страниц романов. Известен он прежде всего своими огромными размерами и количеством катастроф, из-за которых, кстати, в свое время и отказались от массового передвижения на нем по небу. Однако с развитием новых технологий о дирижаблестроении снова заговорили всерьез. Я, может быть, удивлю вас, но дирижаблестроение у нас развивается. Более того, Россия – одна из трех стран, в которой вообще это направление сильно развивается. То есть, есть свое направление живо сегодня в Германии, это направление живо сегодня в Соединенных Штатах Америки. И третья страна, в которой живо это направление – это Россия. Грузоподъемность современных дирижаблей может достигать 66 тонн. В планах российских конструкторов-инженеров создать механизм, способный поднимать в воздух 250 тонн. Летательные машины нового поколения в таком случае смогут решить множество проблем. Например, доставлять грузы в абсолютно любую местность. Их недостаток – небольшая скорость до 140 км в час – перекрывается множеством плюсов. Дирижабль приземляется на любые площадки, без посадочных полос, аэропортов, необходимых самолетам. Выходит, что дирижабли просто созданы для нашей страны. Аэропорты не нужны, дополнительные работники тоже, топливо можно не тратить. А для нашего региона и вовсе святое дело – обзавестись собственными дирижаблями. Основоположник практической космонавтики Константин Эдуардович Циолковский, к тому же основатель дирижаблестроения. Именно в его работах можно найти те идеи, которые спустя несколько лет использовал Цепелин при запуске первого воздушного корабля. К тому же бытует легенда, что на крыше одного из домов по улице Циолковского в середине 20 века планировалось организовать площадку для посадки дирижаблей. Историческое сообщество города пообещало помочь нам найти тот самый дом. И мы непременно посмотрим, как выглядит площадка. А пока инициативная группа разрабатывает туристический маршрут, посвященный Константину Циолковскому. Есть такая мысль – создать маршрут дирижабля от Рязани до Ижевского и обратно. Ну, соответственно, потом сейчас вот уже, ну, скажем так, и продлить его и в сторону Калуги, в сторону другого города, который тесно связан с биографией Циолковского. Это да, есть. Вы когда-нибудь видели настоящий дирижабль? Только в кино. Удобно ли было бы по воздуху перемещаться? Чем бы это помогло нам? Как вы считаете? Ну, я думаю, что была бы транспортная разгрузка. Хорошая причем. Дирижабль, как вид транспорта, как вы думаете, это реально или не совсем? Не знаю, никогда не катался на дирижаблях. Так только видел где-нибудь по телеку или в интернете. Ну, вживую просто видел, но лично сам на них не перемещался никогда. Вы бы стали летать на дирижаблях от Рязани куда-нибудь в район или побоялись бы? Или вам это было бы интересно? Как вы считаете? Ну, может быть, было бы интересно. Хоть раз, но попробовать надо. Менее фантастическим и более проверенным средством сообщения Рязани с близлежащими районами, городами и даже странами могли бы стать самолеты. Пожалуй, Рязанская область – единственный регион ЦФО, где отсутствует гражданский аэропорт. Хотя базы для перевозки граждан воздухом есть. Взять хотя бы аэропорт Турлатова, ныне поросший травой и используемый исключительно для частных полетов на легкомоторных самолетах, и аэродром Протасова. Плюс от массы – это просто расположение нашего аэродрома такое, что оно находится буквально в логистическом центре, как говорится. Тут и мощнейшая такая структура, инфраструктура – это и автомобильная трасса М-5, мы на ней сидим непосредственно. Рядом же, так сказать, железная дорога в направлении Москва-Юго-Восток действующая. Перелеты из Рязани в Москву, Петербург и даже за границу вполне реальные. К тому же авиация – самый дешевый, как это ни странно, и экологичный транспорт. Но пока об этом жители региона только мечтают. Такой же нереализованной реальностью стала монорельсовая дорога через город – бесплатное легкое наземное метро. Проект предложил в 2014 году питерский предприниматель Ренат Бичурин, но в администрации города ему отказали, объяснив тем, что, цитирую, генеральный план города не предполагает создание линии надземного легкого метро до 2020 года. Инициатива, однако, предусматривала строительство до 40 километров линии на высоте 10 метров над проезжей частью с 25 станциями. Бесплатный проезд, подчеркивал предприниматель, планировалось обеспечить за счет доходов от сдачи в аренду коммерческих помещений в составе станционных комплексов. Проект решил бы проблему пробок, парковок и сэкономил бы время тысяч рязанцев. Но так и остался проектом. В Рязани традиционно стартовал творческий конкурс и просветительский проект «Океан Солярис. Острова памяти». В этом году он посвящен теме объединения на рязанской земле идей космических мечтателей. Философа Николая Федорова, ученого Константина Циолковского и кинорежиссера Андрея Тарковского. В день рождения Тарковского 4 апреля наша съемочная группа побывала на открытии фестиваля. 4 апреля в день рождения Андрея Тарковского в нашем городе прошло сразу несколько мероприятий, посвященных 85-летию великого кинорежиссера. В том числе в Рязанском художественном музее торжественно был открыт творческий конкурс и культурно-просветительский проект «Океан Солярис. Острова памяти». Организаторы отмечают, что проект этот главным образом патриотический и направлен он на воспитание молодых людей, которые вырастая задаются вопросом, с кого брать пример в этой жизни. Данный проект уже знаком горожанам. В четвертый раз он стартует на Рязанской земле. Его тема в этом году – Федоровцы, Алковский, Тарковский, космические мечтатели, Рязанский след. Тарковский – это тоже космос. Его «Солярис», потрясающе знаменитый. И вообще у него такой замах такой очень мощный. Почему он любил Баха? Потому что у Баха космическое звучание. И у Тарковского было космическое кино. Поэтому мы соединили вот эти темы. Видите, мне кажется, получилось. В рамках открытия проекта состоялась встреча с ведущим сотрудником Института мировой литературы Российской академии наук Ириной Гачевой и Виталием Трояновским, руководителем студии документального кино телеканала «Культура». То, что вот есть интерес к своим землякам, к таким именно сложным, очень непростым, особенно если говорить о Тарковском, Федорове, это значит, вы всерьез относитесь к культуре, вы не рассматриваете ее как развлечение. Хотя она может быть и развлечением, в этом тоже ничего плохого нет. Но просто все время петь и веселиться невозможно. Как говорил Чехов, что только серьезное может быть прекрасное. «Океан Солярис. Острова памяти» – это в том числе и открытый интернет-конкурс, который проводится по четырем номинациям – изобразительное, композиторское, визуальное искусство и литературное творчество. Работы начали принимать с сегодняшнего дня. Итог конкурса подведут в конце лета. Тогда же уже традиционно пройдут Тарковские чтения. Ну а сегодня, после торжественного открытия проекта в Научно-методическом центре народного творчества все желающие смогли посмотреть фильм Тарковского Андрея Рублев. Это все новости на данный момент за событиями. Вы можете следить на нашем официальном сайте, а также в группах в соцсетях. Весеннего вам настроения. До свидания. Ипотека 7,4%? Ипотека 7,4%? Как? 7,4%? Да, всего 7,4%. Ваша выгода составит 450 тысяч рублей. Только 6 квартир в месяц. Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и ПАО «ВТБ-24». Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и ПАО «ВТБ-24». Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и ПАО «ВТБ-24».